доброго вечера всем что-то меня потянуло в сад хотя уже осталось два часа до его закрытия но вот пользуюсь тем что все-таки летом дольше до девяти часов вечера сейчас где-то 7 примерно и уже на кассе меня предупредили что есть интересная выставка картин в старом погребе обязательно надо будет туда зайти а сейчас вот паричковое дерево так называемое мне оно так нравится такие пушистики давайте дойдем посмотрим настроение прекрасное день такой приятной но уже немножко чувствуется к вечеру прохлада но я оделась тепло потому что я мерзляка и будем ходить гулять я знаю что эти видео не так много людей смотрят как например примерки или что-нибудь такое но мне кажется они самые релаксационные самые спокойные и и они мне тоже нравится когда я смотрю у других блогеров такое вот интересное дерево здесь два сорта один красный и один такой чудесный совершенно если бы не было свой сад я бы обязательно посадила бы что-то такое смотрится просто как-то сказочно сейчас на некоторых деревьях паутина и она заплетает все дерево пока не выведутся какие-то мошки бабочки не знаю кто это так тоже кажется что как будто бы паутина какая-то но на самом деле это вот такая прелесть это наверное такие цветы у этого дерева где-то там сквозь них просвечивает солнышко как же здесь хорошо всегда есть какие-то моменты в жизни которые напрягают даже если ты не очень склонен напрягаться но постоянно жизнь она бьет ключом и все по голове вот и поэтому хочется найти для себя какое-то вдохновение и вот для меня ботанический сад это то самое вдохновение души где можно привести свои мысли чувства в порядок потому что понимаешь насколько это вот вечно природа вокруг тебя ты есть ты уйдешь и она будет всегда так как-то я очень опять философски наверное да и слишком серьезно давайте лучше попроще будем относиться сегодняшним вечером к жизни просто радоваться тому что ты жив что все в порядке мне правда сейчас защемила нерв я хожу скрючившись это больно очень я вообще не понимаю почему он защемляется он живет своей жизни какой-то вот сегодня он решил мне ее подпортить поэтому я стараюсь себя подбодривать и вас заодно если вас тоже что-нибудь не в порядке так ладно может насмотрелись да на эту красоту пойдем смотреть на розы потому что должны цвести розы а потом пойдем в погреб где говорят картины или сразу в погреб а то вдруг его прикроют раньше времени поэтому такая все-таки чудная какое чудное растение не знаю что это такое не вижу нигде названия так нет нет нигде нету таблички с названием ладно идем в розы или в погреб давайте в погреб он такой замечательный его открывает очень редко только когда там вот какие-то выставки инсталляции я не знаю будет ли там достаточно светло чтобы рассмотреть там потрясающий потолок он сделан из кирпича и вот такой знаете сводчатый как в каких-то церквях там бывает вот я всегда думал как же там эти кирпичи держатся на чем когда круглое все такое это очень здорово не нравится закатное солнце ну конечно не совсем закатно но еще довольно высоко но она более мягкая но не создают таких резких теней и как-то съемки получаются красивее так кошка какая-то птица гоняет кошку местную наверное так попыталась подойти гнезду или к птенцу слышите крики возмущенные получается что я снимаю против света но думаю что вы увидите этот волшебный погреб и вот в него дверь открыта так как-то мне кажется там очень темно лепестки такой путь из лепестков так и сейчас посмотрим что у нас здесь выставка картин карина паранояк запахи тут пахнет палочками есть подсветка поэтому вы увидите потолок смотрите какое потрясающе ну картина честно говоря меня не очень вдохновляет но очень красиво все преподнесено такая вот инсталляция в 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 мне само это здание очень нравится как когда как что она делалась как какое-то убежище или действительно как погреб посмотрите какой толщины стены метра три наверное но какое-то особое настроение создается запах палочек конечно добавляет такой какой-то мистики приятный не вижу где они горят на запах чувствуется прекрасно ну а теперь пойдем пойдем опять на свежий воздух смотреть на розы надеюсь вы прониклись духом этого помещения мне казалось что вообще людей не будет потому что когда я подходила к саду не было ни одной машины но люди есть потому что здесь вот такая вот красота не самый большой розарий но он уже из года в год такая прелесть здесь еще будет много бутонов то есть можно еще наверно спокойно весь июль может быть даже в августе еще что-то будет цвести хотя в августе я всегда прихожу смотреть на георгины они здесь просто потрясающие громаднейшая коллекция георгины походим так среди цветов посмотрим мне нравятся такие одинокие такие вот кустовые или кустистые когда цветы просто в большом количестве шмели опыляют как же красиво это высоченная такой цвет не трудно передать через фотоаппарат он такой оранжево-алый какой-то коралловый может быть даже сегодня смотрела картины различных художников которые рисуют цветы и у каждого свой конечно подход к рисованию своей техники и и наверное маленький такой сделаю сейчас маленькая рекламная пауза хочется сказать просто одну художнице американскую хочу порекламировать которая всю жизнь рисует цветы она современная она жива здорово в общем живет где-то в америке и вот на ее картинах такое же пышное какое-то разноцветие критики и ругают за то что картина не маленького размера там примерно 16 на 20 сантиметров и что как будто бы тема такая не разнообразная подачи материала но мне понравилось так что сейчас чуть-чуть перервусь и пока буду фотографировать на телефон чтобы отослать своим друзьям эту красоту у вас будет минутка посмотреть как видят цветы другие люди вот другими глазами потому что каждый цветок можно увидеть по-разному это это есть это и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну и тогда эта проблема была! После возвращения с войны Магомед усомнился верности жены и, чтобы выяснить правду, приказала ей окунуть красную розу в дворцовый водоем. Роза пожелтела и изменница была разоблачена. По легенде с этих пор желтая роза символизирует измену. А вы знаете, что Али Пугачевой очень нравятся желтые розы. Так что мы, наверное, не думаем об этом, об изменах, о проверке Магомеда и его жены. Просто красивые желтые розы. Еще до начала эры нашей эры розы культивировали в Индии и Китае. Роза упоминается в древнеиндийской мифологии. Она пользовалась особым почетным при дворе индийских правителей. Но откуда все-таки она появилась, вот непонятно. Появилась и появилась. Откуда? Археологические раскопки показали, что розы изображали на стенах дворцов в Крите во втором тысячелетии до нашей эры и на гробницах фараонов в Египте в первом тысячелетии до нашей эры. О выращивании роз в Китае писал древнекитайский мыслитель Конфуций. Постепенно розы из стран Ближнего Востока проникли в Древнюю Грецию. Здесь культура роз достигла более высокого уровня. Древнегреческая поэтесса Сапфо, воспевая розу в своих стихах, называла ее царицей цветов. Раз любовь сама себе свой цветок выбирает, что и путь на земле красотой озаряет, то должна тогда с тем все согласятся, одна роза царицей цветов называться. Ну вот так вот. Предок. Ботаник Теофраст в своей книге «Естественная история» дал подробное описание роз и ухода за ними. Установлено, что исходным видом, упомянутым в трудах многих древнегреческих историков, была роза галика. Она является предком многих современных роз. Вот так. Роза галика. Какие мелкие розочки. Но их так много. Начали цвести холосты. Ну, правда, еще не все. Вот это первые. Пионы мы, к сожалению, уже, наверное, не увидим. Ну, хотя какие-то поздние сорта, может быть, еще доцветают. Обязательно туда тоже схожу. А сейчас я ищу маки. Но тоже их не вижу. Зато такие вот интересные какие-то здесь. И очитки тут. И какие-то похожие на полусуккуленты какие-то растения. Такой веселый лужок. Веселая лужайка. Сегодня был дождь и еще какие-то остатки таких темных облаков на небе. Но сейчас, мне кажется, уже не будет ни погоды. Хотя у нас она может за день по несколько раз быть. Тут каменные садики. Недавно мои друзья ездили в Тарту и были в том ботаническом саду. Очень красивый, компактный, но такой ухоженный, аккуратный. Интересно было посмотреть фотографии, которые они мне прислали. Но сейчас, да, сейчас такое время, которое не слишком много дает возможности полюбоваться цветами. Потому что что-то уже отсвело, а что-то еще, наверное, не расцвело. Потому что просто гуляю и дышу воздухом. Вчера пересмотрела старые фильмы с участием Питера Устинова, где он в роли Пуаро. Они чудесные. Они как-то сняты, так атмосферно. Посмотрела «Ужин для 13», «Убийство в трех актах». Так, что же еще я там смотрела? Интересно, что... А, «Загадка мерзвеца» еще, по-моему, посмотрела. Интересно, что экранизации Агаты Кристи вот как-то мне намного интереснее самих романов. Потому что в романах практически почти одни диалоги. А когда ты смотришь фильм, ты видишь обстановку, как одеты люди, как они себя ведут, выражение лица. Как-то у меня сегодня косноязычие, потому что я тут параллельно смотрю, где какой-то цветок интересный увидеть. Ну, в общем, вы поняли, они создают фильм, создают все-таки какую-то атмосферу. Они, конечно, за вас додумывают, но у Агаты Кристи очень мало описаний. Описание мест, описание людей. У нее как-то так очень линейно все. Поэтому читать совершенно не люблю, но фильмы обожаю. Вот фильмы получаются просто прекрасные по ее романам. Столько уже пересмотрено и сериалов. Смис Марпл. Есть, по-моему, три или четыре актрисы, которые сыграли за свою жизнь в сериалах. И они все по-своему хороши. Интересно выбирать один роман, предположим, экранизированный в нескольких вариантах, и сравнивать. Так, а я иду потихоньку к пионам, и я их уже не вижу. Но флоксы, по-моему, там сейчас цветут. Так, мне нужно где-то сесть, посидеть. И тогда, возможно, меня отклинит и отпустит. Вот эти мне очень нравятся метелочки. Это остильбы. Остильб. Бэ написано. В общем, остильб. Вот, вот. Они бывают разноцветные. Не такой большой. У них там не такая большая гамма цветов. Есть потемнее, посветлее. Так, все, сяду сейчас. Пока в состоянии... Ой, как хорошо сидеть и смотреть на все вот это великолепие. Пойдем смотреть на флоксы. Еще вот такие лилейники. Что там за такие странные звуки какая-то птица издает. А еще мне очень нравятся малевые. Вот они там чуть-чуть дальше. А еще. Продолжение следует... 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 вот опять мальвы чудесные с этими палочками наверное фасоль скорее всего или бобы тут скорее всего какие-то пряные травы может быть там базилик или что-нибудь такое ну лук опознает каждый и свеклу тоже моя тень попадает в кадр там дальше клубничка посмотрим с этой стороны что тут растет цветочки васильки какая прелесть какие они милые действительно такой милый садик здесь помидоры их так интересно как-то обложили какими-то торфяными брикетами зачем не знаю здесь конопля растет укропчик наверное картошка морковка и здесь мои любимые кабачки или или тыквы в общем что-то такое но пока еще конечно не видно а нет видно кабачок вот он молоденький кабачок очень сейчас их полезно кушать столько всяких есть рецептов вчера смотрела интересный рецепт такой маринования что ли когда тонко режется кабачки молодые и туда немножко уксуса немножко зелени немножко лука все это в пакет трясется и вот они уже готовы к употреблению а здесь такое довольно обширное отделение где отделение как-то звучит не так так как бы назвать в общем место где растут различные лекарственные растения том числе и здесь есть ядовитые и хорошо что с ними знакомят и здесь у каждого растения есть название а вот это например написано ядовитое растение рута у меня есть масло рута и мне как-то предупреждали что его надо очень аккуратно использовать я никогда не знала как она выглядит теперь буду знать вот это рута то есть можно здесь поизучать пользу растений и опасность потому что всегда есть какие-то действительно опасные растения даже в нашем таком казалось бы не тропическом климате ой мышь мышь вы видите какая милая мышь побежала и спряталась вот в этих кустиках мышка ты где так если она сейчас сиганет ко мне то я испугаюсь ужасно она такая красивая она такая коричневая и у нее черная полоска может это какая-нибудь декоративная мышка вот она давайте мы за мышью кто-то за белым кроликом а я за мышкой потому что я хочу ее увидеть вот она здесь хорошо спряталась может у нее здесь где-то норка здесь действительно можно хорошо спрятаться ладно мышка надо будет посадить мышки по легке как они выглядят после похода ботанический есть целая у меня целый список что надо посмотреть изучить про розы посмотреть про мышек про руту так что поспешу-ка я домой мне кажется уже была достаточно опять длинная прогулка как-то коротко мне никогда не получается всегда длинно вот какие тоже красивые цветочки и что же так как вежливый человек надо показаться напоследок напоследок вот она я всем привет надо было с этого начинать наверное а может я с этого начинала я уже не помню все иду домой пить есть рыбу улучшать память и всякое такое всего хорошего до новых встреч пока-пока и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok